Детский сад Огонёк отмечает замечательное событие 35-летия со дня основания. Шумного масштабного празднования юбилея не будет в связи с ограничительными мерами. Но способ отметить день рождения любимого сада в Огоньке всё-таки нашли. Шары, праздничные надписи, поделки и плакаты. Имя украшен весь сад-юбиляр. Дети в подарок ему рисовали воспитателей, мастерили цветы. Сотрудники сада в стенгазетах отражали связь поколений и династии. На занятиях рассказывали детям историю Огонька. В его честь учили стихи. Утром в школу я иду, миру за руку веду. В детский сад она спешит, время быстро там летит. Был когда-то малышом, а теперь я школьник. Огонёк, любимый сад, вспоминать с теплом я рад. Хорошо у нас в саду, туда с радостью иду. Утром, вечером и днём. Днём мы весело живём. Здесь мы делаем зарядку, приучаемся к порядку. Пошкой правильно едим. И подделки мастерим. Ждут тебя в саду игрушки. И мои друзья-подружки. Наша группа подружная, умная, послушная. Воспитатели у нас, знаем точно, высший класс. Чудкие. И милые, и очень дерпеливые. Наш чудесный детский сад. Это радость для ребят. Детская сказка «Маячок». Я люблю свой огонёк. Мы ходили в детский сад, уже в этот старший ходил. И нам очень понравилось. И воспитатели, и педагоги. Всё устраивает, всё очень нравится. Младшую тоже отдали. Тоже сходят с удовольствием, всё нравится. Детский сад очень хороший. Педагоги, воспитатели, заведующие. Всегда все помогут, откликнутся. Нам очень нравится здесь. Детскому саду желаем процветания, побольше малышей, как дети уже рассказали. Успехов в работе, благополучия, чтобы всё было хорошо. Сегодня огонёк посещает 220 детей. Педагогический состав – 32 человека. Большинство из них имеет высшую категорию. Последние 12 лет руководит садом Марина Викторовна Долгополова. Человек энергичный, деятельный, чуткий и отзывчивый. Она смогла сплотить воедино детей, их родителей и педагогов. 35-летие огонька – уже третий юбилей на счету заведующей. Всегда они праздновались широко, громко, на большой сцене, а в этом году нельзя. Однако это не послужило поводом для отчаяния. Напротив, нашли новую форму проведения торжества. На протяжении всей недели в каждой группе ежедневно происходили интересные события. Дорогая Мальвина, Буратино шел-шел к деткам и потерялся. Буратино. Да, Буратино потерялся. И написано здесь дальше. Письмо прилагается как-то. Нужно ее посмотреть. Театрализованные представления, игры, развлечения, мастер-классы, интересные встречи и беседы. За праздничную неделю в огоньке побывало много гостей. У меня здесь мэджик сек, волшебный мешок. Когда я собиралась к вам в гости, меня попросила моя одна подружка взять ее с собой. И я ее положила сюда. Но она очень-очень стеснительная. И она хочет с вами познакомиться, но стесняется. Итак, давайте тогда с вами попробуем закрыть глаза. Досчитаем до трех, но по-английски. Мы это будем делать таким образом. Я знаю! Ника, подскажи мне. Фан, ту, фи. Фри. До трех будем считать. Итак, начинаем считать все вместе. Фан, ту, фи, фо. Открываем глаза. Смотрите, кто у меня это? Обязательно. It's monkey. Монки. Hello, hello. To everybody. Hello, hello. Что она с вами сделала? Она позову вас. Давайте тогда все вместе снимаем. Hello. В роли гостей выступают родители. У них разные профессии, увлечения, знания. А детям интересно все. Маленькие почемучки и любознайки с готовностью окунаются в игру, предложенную взрослыми. Ведь не оставишь же Буратино ненайденным, а обезьянку грустной. Хочется, чтобы в саду именинники всем было весело и радостно. А еще вкусно. Мамы-кулинары провели в своих группах мастер-классы с детьми. Ведь какой день рождения без сладостей. Теперь можете подойти и посмотреть, что у нас тут получилось. Здорово? Да. Пришла для того, чтобы поделиться своим опытом. У меня входит дочь в эту группу. Хотела, чтобы дети понимали, что можно в жизни творить такие чудеса. Им очень интересно, очень понравилось детки. Понравилось вам? Да. Вот. В следующий раз, если пригласят, придем в какой-нибудь торт, сделаем красивый, да, ребятишки? Да. Что больше всего запомнилось, что больше всего понравилось делать? Мне понравились лебеди. И мне тоже лебеди. А мне все понравилось. Мне все понравилось. В теме создания десерта был посвящен и следующий мастер-класс. Вот такой должна быть сладкая жизнь. Мы в кондитерской шуршим фантиками и яркими. И на праздник мы хотим к вам попасть с подарками. Что? Кондиты. Правильно, кондиты. Кондиты – это тоже десерты? Да. А как вы думаете, ребят, вы сможете выдать фрукты только по вкусу? Да. Сможете? А давайте проверим. Да. Да. Яблоко. Да. Правильно. И банан. Да. Правильно. Вафли. Какими разными, но неизменно вкусными они могут быть, все зависит от начинки. Главный урок, который постигли юные кондитеры. Как результат – индивидуальный кулинарный шедевр у каждого, созданный своими руками. Детский сад – большой шумный дом со своими правилами и традициями. И если традиций может быть много, они могут меняться со временем, то главное правило должно оставаться неизменным всегда – безграничная любовь к детям. Очень часто она становится взаимной и на всю жизнь. У нас есть родители, которые и не одна родительница, у нас одна родительница есть, которая посещала сама мама детский сад, именно этот, и привела ребенка в этот сад. Четыре семьи у нас есть, которые уже привели вторых детей именно в этот наш детский сад. Хотя и живут там, на Парково и далеко, и водят сюда деток своих. Наша группа работает над проектной деятельностью, ну и очередной проект у нас в честь юбилейной недельки нашего детского сада «Юбилея». Сделали такой проект. Детки в рамках этого проекта рисовали сотрудников детского сада. Сочиняем мы с детками, работаем с напарницей Людмилой Михайловной над речетворчеством такой темой. И, значит, с детками сочиняем стихи. У нас есть индивидуальная выставка. Нарисовав сотрудников детского сада, детки, соответственно, рассказали про сотрудников, какие они, как они себе их представляют, что они, значит, делают в нашем саду. У нас здесь есть и логопеды, и медсестра. Дальше у нас родители очень хорошо помогают. Они, значит, сделали вот такой макет детского сада, тоже к юбилейной неделе. Дальше у нас детки очень любят рассуждать на любые темы. Ну и, соответственно, тема, значит, у нас, что такое детский сад, да, хорошо у нас в саду. Сотрудники тоже высказались по этому поводу. Ну и вообще мы в группе, как бы, любим с детками сочинять. Я уже сказала, повторюсь, да, что мы стихи сочиняем очень много, очень долгое время. И, соответственно, на конкурсе мы отправляем работы. Ну и вот грамоты, дипломы детки получают. Детский садик нас встречает, здесь играем и поем. Время быстро пролетает, мы еще быстрее растем. Здесь нас любят и ласкают, здесь уютно, нам тепло. Много сказок нам читают, здесь друзей полны-полно. Дорогие друзья, уважаемые коллеги и сотрудники, конечно же, родители и дети. Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 35-летний юбилей нашего детского сада. Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, шумные, озорные, замечательные дети. Все, что мы делаем в нашем детском саду, мы делаем ради них. Ради того, чтобы они росли и развивались. Детский сад – это родители. Они главные помощники в нашей работе. И мы им за это благодарны. Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всеумеющие, болеющие душой за наших детей. Детский сад – это просто семья. И как в любой дружной семье, у нас есть свои традиции. Детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание, оздоровление. Ни одна система не выполняет столько функций одновременно. Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется и огорчается. И у него есть свое название – огонек. Именно так называется наш детский сад. Это добрая капелька – символ нашей работы. Мы стараемся проникнуть в каждое сердце, поселить в нем радость, любовь, доброту. Или иначе зажечь маленький огонек. Юбилей – время подведения итогов, размышлений, достижений, успехов, планов на будущее. За эти годы детский сад прошел очень длинный путь. И не только становление, но и пополнение педагогического опыта, повышение качества работы, творческого поиска, улучшение материально-технической базы. Нами многое достигнуто, но впереди большие перспективы и большие планы. Мы уверены, что благодаря энергии и ответственному отношению к делу любые трудности нам по плечу с помощью наших родителей. Пусть наш юбилей будет связан не только с подведением итогов, но и с новыми замыслами, мечтами, надеждами. Пусть детский сад «Огонек» процветает и всегда остается территорией радости, колыбелью знаний, источником познания мира и океаном бесконечных открытий. Поздравляю всех коллег, родителей, детей с юбилеем. Желаю новых идей, перспективных проектов, талантливых решений, реализации намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, оптимизме и хорошего праздничного настроения. Здоровья вам и вашим близким, улыбок, тепла и всего самого доброго и светлого, новых успехов и творческих замыслов и побед.